Сейчас я буду загружать инструменты в сухожар. В общем, готовлюсь к приходу девочки. На ногти. На ногти. Так, главное, вытяжку поставила, а аппарат нет. Правильно? Зачем он мне нужен? Так, иди мою вот это. Мы присидели с ней, не поверите, девочки, два с половиной часа. Два с половиной часа мы делали маникюр. Ее ноготки были такие. Ну, я вам сейчас покажу фотографию. Всем доброе утро, добро пожаловать на канал. Девушка, скажите доброе утро. Я скажу, если ты снова палец встанешь. Ой, извините. Доброе утро. Я хочу ресницы твои показать. Подними глаза вверх. Похлопай, ресничка. Сделала Анютка реснички. Девочки ходила. Я теперь тоже хочу. Женщина. А, женщина? Аня-то не хочет меня наращивать, у нее нервов не хватает на меня. Я вот пойду налево наращивать ресницы. На улице опять холодрыга, с утра был туман, пахнет снегом, но никак снег нас не порадует. Вот, я, значит, приготовила стол. Сейчас я буду загружать инструменты в сухожар. В общем, готовлюсь к приходу девочки на ногти. На ногти. Поставила сухожар пока здесь, в ванной. Не знаю, потом подумаю, куда переставить. Вот, я сейчас хочу поставить свои инструменты в жарку. Я их вчера помыла. Они у меня сейчас все просохли. И я хочу их сложить в конвертик и положить в сухожар. В маленький конвертик положу фрезы. Я очень переживаю за эти ножнички, потому что у меня четверо ножничек. И трое из них, они вообще тупые стали. Я не знаю. Я вот их в сухожаре тоже дезинфицировала. И со временем они все-таки тупятся. Поэтому я очень боюсь эти ножнички новые. Я их еще ни разу не сухожарила. Я боюсь, что они тоже станут тупыми. Поэтому я их прям так осторожненько положу в отдельный пакетик, чтобы они не соприкасались с другими предметами. Складываю фрезы. Это шарик в плане и безопасная фреза. Что фрезы? Ножнички сюда отдельно. Вот в таком виде, в раскрытом. А пушер, наверное, я не буду использовать, потому что есть апельсиновые палочки. Я пушер вообще не люблю в последнее время. Пользуюсь апельсиновой палочкой одноразовой. Сложила. И мне нужно отклеить этой ленточку. Заклеить конвертик. Это ножнички. И вот это фрезы. Так. Я не буду сюда... Ну, здесь еще одна есть такой поддон. Я не буду класть, потому что... Ну, то есть они проходят стерилизацию. Но вот этот индикатор, он не знаю, он почему-то так очень туго действует на температуру. И он не темнеет, ничего с ним не происходит. Поэтому я кладу инструменты на нижний поддон. Вот так домиком. И закрываю. Ставлю температуру на 200 градусов. И на 1 час. Все, счет пошел. В этом бардаке я не могу найти свои типсы. Вот куда я их делаю? О, кстати, аппарат-то. Аппарат-то я забыла. Приготовила здесь все. Здесь я уже все приготовила. Без аппарата. Главное, вытяжку поставила. А аппарат нет. Правильно? Зачем он мне нужен? Пришлось мне распаковать эту посылочку новую, которая пришла на обзор. Из-за этой кисточки. Потому что у меня кисточка такая страшненькая. Ну, она как хорошая сама по себе. Но у нее вот эта часть, она отлетает. И она такая непрезентабельная. Поэтому я сегодня буду работать вот такой рыбкой. Вот. Пилочки, как нельзя, кстати, пришли вот в такой индивидуальной упаковке. Тоже сейчас положу на стол. И пришли кисточки. Но кисточками я сейчас пользоваться не буду. Ну, потому что дизайна не будет. Да и выстригать их нужно. Потому что они слишком толстые. Пришла пластинка для стемпинга. Вот такая вот. Сейчас такие вот популярные дизайны. Такие вот, как будто бы какие-то плед. Плед. Как будто текстура пледа. И пришли слайдеры. Это просто так, потому что мне здесь надписи нравятся. Они такие вот. Ну, под любой случай. Здесь идет новогодний. Плохо видно. Это нужно на темный гейдлак, когда будет хорошо заметно. Снежинки. И вот такие крутые детмородики. Смотрите, какие крутые. Для такого необычного. Обычно все делают красные шарики, синенькие ногти со снежинками. Там елочки всякие зеленые. А это такие вот в полосочку. И такой с золотым отливом. Если к Новому году будут девочки записываться, то кто-нибудь из них выберет. Только что отпустила девочку. Телевизор мне уже на нервы действует. Только что отпустила девочку. Вот прям с места событий. Репортаж. Мы просидели с ней. Не поверите, девочки. Два с половиной часа. Два с половиной часа. Ну, мы делали маникюр. Ну, у нее ноготки были такие. Ну, я вам сейчас покажу фотографию. Был гель-лак с блестками. И я его снимала так долго. Ну, вы знаете, как держится гель-лак с блестками. Вот я его так долго спиливала. И, ну, как бы стараешься, чтобы аккуратненько, чтобы она пришла еще, записалась. Вот. И делала очень-очень так аккуратненько, медленно. Потом делала маникюр комбинированный. Так очень старалась, чтобы не порезать. Все, слава богу, все хорошо. Не порезала, нигде не натерла. Покраснений, ничего нет. Она долго выбирала цвета. И выбрала в итоге серенький и голубой. Вот. И блестки. Блестки, конечно, она, знаете, какие хотела? Блестки она хотела вот такие. Но они, получается, что их мало. Они большие, их мало. И там прозрачная основа. И они как-то ложатся плешиво. Больше получается база. И так вот чуть-чуть сверху, как будто посыпали блестками. Вот. Она хотела прям, чтобы весь ноготь блестел. В итоге выбрали вот такой гей-лак. Вот он. Он прям вот сильно блескучий. И покрыли два ноготка. Большой. Большой и безымянный. Ей очень понравилась моя палитра. Она говорит, вот столько гей-лаков красивых. Она вот растерялась. И долго выбирала, выбирала, каким накрасить. В итоге на одной рыбе серенький, на другой голубой. Маникюр ей понравился. Она говорит, да, все, аккуратненько. Мне все нравится. Единственное, что, говорит, мало блестков. Мандражка была изначально. Боялась как-то спиливать сначала материал. Потом вроде так она смотрит кино. Я себе в масочке езжу, пилю, пилю, пилю. В общем, вошла в колею. И она какая-то молчаливая. Я не люблю, когда мне задают много вопросов. Не люблю отвечать и отвлекаюсь. Вот. И, в общем, все. Первый клиент состоялся. Папа пришел. Папа пришел. Сел на кухне. И все. Настюха здесь ходила, ходила, бродила. В итоге села за компьютер. Вот. В общем, вот такой вот первый блин не комом. Ей понравилось. Ноготки я сейчас фотографию покажу. Да, в общем, ей все понравилось. Только она, говорит, мало блестков. Я, говорит, люблю, чтобы все блестело. Когда мама занята, некогда ей приготовить кушать. Вот. Папа выкручивается, выходит из положения. Где-то взял каких-то, не знаю, что это. Что это? Узбеки делали. Да? Там дыры, да. Это где машина мыла? Нет. В Иркином доме магнит. И у них прям там небольшие закуточки, ума там дыры стоят. А, ну вот это где она печеная берет, что ли? Да, да, да. Да, там вкусно. И хлебушек вкусный у них. Они не понимают нас. Я ему говорю, дай чурек. Чурек не понимают? Он насидел вон. Че это такое? Я говорю, шляплешка дай. Шляплешка. И такая вот слоеная. У меня мясо размороженное, я так ничего и не приготовила. А соник? Это с чем это? Слоеный просто. Ага. Убирай теперь свое рабочее место. Мне кажется, что два с половиной часа это слишком долго для простого маникюра без укрепления. Но зато выравнивание такое основательное дело, потому что у нее немножко ноготки вверх растут. И мне пришлось вот здесь вот побольше добавлять материала и делала выравнивание. Но выравнивание делала каучуковой базой. Неудобно, конечно, что приходится туда-сюда все паскать. Хотела поснимать, но если бы я снимала, то было бы это не два с половиной часа, а, наверное, все четыре. Поэтому не стала даже спрашивать, можно снимать или нет. Как немножко наберу скорость, потом, наверное, уже буду делать на камеру ногтем. Тем временем, мамские дела никто не отменял. И я готовлю друга одновременно. Это латма. Вот у меня сейчас здесь жарится. А в мультиварке у меня готовится пловик. Готовлю еду и одновременно навожу порядок на кухне. Сапожник без сапог. Ногти сделала сама без ногтей. Нет времени. Сейчас нужно погладить рубашки, брюки. Завтра на работу. На субботу, воскресенье рабочий день. Неохота, когда все отдыхают, идти на работу. Так что я включу сейчас какую-нибудь киношку. Поставлю гладильную доску, буду гладить и смотреть кино. Больше ничего интересного сегодня не произойдет. Поэтому я буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите мои влоги. Увидимся, наверное, через два дня. Я буду с вами прощаться. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok